И он здесь имеет в виду именно это. Он имеет в виду, что если вот эти ЛГБТшные темы проникнут к нам, то у нас, он говорит, они распространятся очень быстро. В других, говорит, местах может и не распространяться, но у нас, говорит, распространятся, потому что мы очень шустры. И он возразил словами, нет, он сказал, Аслан, чеченец не поступит так. Чеченец знает, что сделает, он возьмет свое оружие и подкинет его своему соседу, чтобы того задержали во время зачистки. Это слова вашего предводителя. Понимаете, какого мнения он был о собственном народе? Так, поскольку мы упомянули моего старого друга, Иудова, у меня по нему тоже есть заготовленная тема. На днях у Иудова проходил прямой эфир на местном канале Чикатырка «Грязный», и он сделал там поистине очень интересное заявление. Давайте его послушаем. Для тех, кто не понимает чеченские, если их грязные обычаи проникнут в Россию, я не буду называть вещи своими именами. Телезрители хорошо понимают, о каких обычаях я говорю. Если они проникнут в Россию, то эти обычаи очень быстро распространятся тут у нас, в Чечне. Ведь мы живем в России. В других местах может и не распространяться, но у нас распространятся, к сожалению. Потому что мы более шустрые, говорит здесь Кадыров. Под этими грязными обычаями, о которых он не хочет говорить, но он говорит, что телезрители понимают, о чем он говорит. У нас так говорят про вот эти разные извращенные темы, связанные с ЛГБТ. О них у чеченцев не принято называть своими именами. И он здесь имеет в виду именно это. Он имеет в виду, что если вот эти ЛГБТшные темы проникнут к нам, то у нас, он говорит, они распространятся очень быстро. В других, говорит, местах может и не распространяться, но у нас, говорит, распространятся, потому что мы очень шустрые. Смотрите, во-первых, Иудов, ты, конечно же, говоришь об этом со знанием дела, потому что эта тема, связанная с этими грязными, с грязными историями, она очень хорошо проникла в ваш круг, непосредственно в вашу тему. Но здесь интересно другое мнение этого человека о собственном народе. Вот они же постоянно заявляют, что мы там, как чеченцы, мощные самые, мы там любим наш народ и так далее. Но при этом обратите внимание, какого мнения он придерживается о собственном народе. В других местах, он говорит, может быть, даже это не распространится, но у нас это очень быстро распространится, потому что мы шустрые. Мы же говорим там, ездим туда-сюда. С чего ты это взял, Иудов? Откуда у тебя вот это мнение, что у нас это очень быстро распространится? Я знаю, откуда у тебя. Оттуда, что в вашем кругу действительно это очень быстро распространяется. Если это дошло даже до самых, кажись, защищенных среди вас, тех, кто должен был быть, по крайней мере, защищен. Если даже до них, если даже в их семьи это проникло, то, конечно, ты думаешь, что в целом у нас в народе это очень быстро распространится. Но на самом деле нет. Это у вас крыши снесло от тех неограниченных возможностей, которые у вас есть. Особенно, когда подросток с неокрепшим умом имеет такие возможности, финансовые и иные. И когда он уже не знает, что бы ему еще попробовать, конечно, ему сносит башню. И, конечно, если там еще какие-то вещества наркотические присутствуют, особенно мефедрон, который известен тем, что он именно эти потайные вещи активирует у подобных вам людей, то, конечно, да, в ваши круги это очень быстро проникает. Но нет, среди нашего народа это не распространится, иудов. Как раз-таки в других местах, в которых ты имел в виду, может быть, это и распространится, и так немало там этого. И ты знаешь, что в столице России есть отдельные места, клубы целые. В общем, с этим там проблем нет. И даже официальный представитель российского правительства, выступая здесь в Европейском Союзе, в парламенте Евросоюза, говорил об этом, это было несколько лет назад. Что никаких проблем у нас там, мол, приезжайте, смотрите, все есть. Но в Чечне это распространиться, в принципе, как ты говоришь, очень быстро не может, потому что люди как раз-таки не подвержены этому. В целом народ этому не подвержен. И почему у вас, представителей Кадырова, такое мнение о собственном народе, я знаю. Потому что у вашего предводителя, вашего спасителя, того, кого вы возвели в культ личности, как Ленина, у него было ровно такое же плохое мнение о собственном народе. Когда, помнишь, он заявил, что это твой нынешний падишах, своими устами нам рассказал, что его отец, мол, сказал, когда Масхадов заявил, что чеченец никогда не потерпит оккупации, что у каждого есть оружие, и чеченец выступит против врага, твой отец возразил на это президенту того времени, Масхадову, возразил словами, нет, он сказал, Аслан, чеченец не поступит так. Чеченец знает, что сделает. Он возьмет свое оружие и подкинет его своему соседу, чтобы того задержали во время зачистки. Это слова вашего предводителя. Понимаете, какого мнения он был о собственном народе? И вы взяли этот пример у него. И поэтому вы считаете, что ваш народ подвержен этой мерзости больше, чем какой-то другой народ, проживающий в России, в целом российский народ. И вот это показывает ваше истинное мнение о нашем народе. И вы такие во всем. Потом ваш другой соратник Кадырова, Дилимханов, сидит на местном канале и пускает слезу, говоря о чеченской женщине, мол, чтобы что-то там с чеченской женщиной не случилось, мы там отдадим своей жизни. Реально пускает слезу, а потом заканчивается эта передача, и вы начинаете издеваться над чеченскими женщинами. У вас абсолютно нет никаких проблем показать чеченскую женщину в непристойном виде по местному телевидению, оклеветать эту чеченскую женщину. Привести за комментарий о невыплаченной зарплате, привести эту женщину и Кадыров, показывая ее телефон, я вам покажу твои переписки и подобного. Унижение чеченской женщины, это то, что вы практикуете. Вы такие во всем. Это показывает ваше истинное мнение о собственном народе. Субтитры создавал DimaTorzok